Привет, друзья! С вами Джин Лав, и в этом видеоуроке мы создадим еще одну интересную вещь. То есть мы вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда, мы поставим меню звездочки. То есть, кликая на данное меню, человек будет попадать на интересные страницы, рубрики, либо ссылки. Итак, поехали! Сначала поймем, что это такое. Наведем на название нашего сайта и нажмем «Настроить». Загружается. Итак, сейчас, как только он загрузится, мы спускаемся вниз и нажимаем на надпись «Навигация». Сжимаем. Далее. Мы видим, что у нас есть премиальное меню. То есть, это вот это, которое стоит у нас вверху. И есть еще «Header» и есть еще «Footer». Что такое «Header»? «Header» — это верхняя часть. А «Footer» — это наша нижняя часть. Это вот здесь. Это наша нижняя часть сайта. Итак, сначала мы поставим для примера «Social Header». То есть, поставим интересное какое-то меню вот сюда. Выберем это, допустим, то же самое наше меню, верхнее меню. Нажмем на него. Нажмем «Сохранить публиковать». Сразу видим, что появились какие-то звездочки. Далее. Давайте перейдем на наш сайт. Его еще раз обновим. И посмотрим, что получилось. То есть, мы видим, что появились какие-то звездочки. Что они означают? Эти звездочки означают то же самое наше меню. Это то же самое наше меню. Что вот здесь, что и здесь. Все одинаково. То есть, если мы нажмем вот сюда, у нас появится, откроется страница о компании. Вот она сразу переключилась. То есть, о компании. Если мы нажмем на другую надпись, допустим, блок новостей. Блок новостей. Да, это мы здесь открыли. Также мы можем нажать на главную. И потом нажать также по счету третью звездочку. И это также будет блок новостей. То есть, это точная копия этого меню. Потому что мы это меню установили еще вверх. Просто оно без описания, без слова. Просто звездочками там выражается. Итак, как правило, сюда лучше выводить какие-то интересные вещи о вашей компании, о вашей деятельности. То, чем вы гордитесь. То есть, ваши звездные победы, регалии и так далее. Я всегда рекомендую и предлагаю создать новое меню для вот этой верхней части. Что мы сейчас и сделаем. Также, смотрите, это меню можно выводить и в нижнюю часть. Например, зайдем сюда, в футер, где у нас написано. Ниже выберем тоже, например, верхнее меню. Нажмем сохранить и публиковать. Вернемся на сайт, обновим страницу. И опустимся вниз сайта. Опускаемся и видим, что внизу тоже появились эти звездочки. То же самое меню. Итак, давайте создадим лучше новое меню. То, чем мы гордимся. И поставим вот сюда, вверх и вот сюда, вниз, наше новое меню. Какими-то интересными страницами, рубриками или ссылками. То, чем мы гордимся. Нашими победами и регалиями. Так, зайдем сюда. Нажмем выбрать. Нажмем сюда и нажмем выбрать. То есть, чтобы у нас здесь никакое меню не было выбрато. Просто надпись выбрать. Нажмем сохранить и публиковать. Дальше. Теперь идем на наш сайт. Наведем сюда. Нет, сначала обновим страницу, чтобы убедиться, что вот это все исчезли, звездочки исчезли. И теперь наведем сюда и нажмем на меню. Теперь создадим новое меню. Нажимаем создать новое меню. Для того, чтобы это меню мы быстро нашли, давайте его так и назовем. Меню звездочки. Меню звездочки. Нажимаем создать. И, собственно, смотрите. Вот сюда перетаскиваете любые страницы, какие хотите. То есть, добавляете любые страницы, какие хотите. Вот тут отмечаете галочками любые страницы, какие хотите. Или можете создать новые страницы, а потом сюда добавить. Либо, смотрите, можете поставить сюда какие-то ссылки. Ваши ссылки какие-то любые. Допустим, на социальные сети или еще на что-то. Тоже нажать добавить. Добавить меню. Либо рубрики, да. Какие-то рубрики. Блок новостей. Либо еще какие-то рубрики. Тоже можно сюда добавить. Ставите галочки, нажимаете добавить. Я решил, что я сюда добавлю страницы. И поэтому нажму на страницы. И выберу три страницы. Которые интересны. Это будет у меня первая Ferrari. В мире вторая страница. Страница это будет новинка Ferrari. А третья это чемпионат мира. Я выберу их галочками. Нажиму добавить. И вот они у меня здесь появились. Также я поменяю очередность, как это все выглядит. То есть первая звездочка у меня будет вот эта. Вторая звездочка это будет новинка Ferrari. Поставлю на второе место. А третья это будет чемпионат мира. Смотрите. Перед тем, как сохранять. Мы можем также здесь отметить. Отметить галочкой, где этот образится. В header social. То есть откроем страницу нашего сайта. И смотрите. Если я сейчас поставлю вот здесь. Headle Sensor. То есть верхняя часть. И нажму сохранить. То это сразу также здесь отобразится этой звездочке. То есть установить этой звездочке вот сюда. Вот мы можем двумя способами. Это вот здесь в настройках взять и выбрать. Либо вот здесь в меню. Тоже поставить галочки. Где это будет отображаться. Допустим вверху и внизу. Вот. И так и так. Можно просто нажав сохранить. Потом вернемся сюда. Нажмем обновить страницу. И вот у нас все отображается. Вот здесь три звездочки. И вот здесь три звездочки. То есть мы поставили галочки в новом меню, чтобы они отображались header и footre. То есть вверху и внизу, чтобы эти звездочки там отображались. Это эти вот три странички. Вот. Давайте проверим. Нажмем на эту звездочку. И что у нас появится? У нас откроется страница. Вот первая, Ferrari. Такая-то, такая-то, да? Нажмем на вторую звездочку. У нас откроется новинка Ferrari. И так далее. Нажмем на третью звездочку. У нас появится чемпионат мира по Ferrari. Вот. И так далее. Смотрите. То же самое вы можете сделать здесь. Давайте еще раз покажу. Уберу отсюда звездочки. Нажму сохранить меню. Давайте теперь это сделаем в этой настройке, да? Сначала все закроем. Теперь наведем сюда. Нажмем настроить. Загружается. Выберем навигация. И где header social? Нажимаем сюда и выбираем меню звездочки. Footer social тоже нажимаем сюда и выбираем меню звездочки. То есть то же самое, только другим образом мы это сюда выставляем. Нажимаем сохранить публиковать. Все. Произошло то же самое. Закрываем. Возвращаем сюда. Перейдем на главную страницу. В принципе все так же у нас стоит. Смотрите. Это все, что я хотел показать вам в этом видео уроке. С вами был Джин Лав. Увидимся в следующем уроке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.